Волшебная сказка В новогодние дни артистам театра «Кукол» не до сна и не до отдыха. Пять новогодних представлений, каждый день каникул в двух залах, большом и малом, кроме первого января. Спектакль «Волшебная шуба Деда Мороза» для детей от трех лет. Ну и выше. «Медведь, который не верил в Деда Мороза» — это 6+, для семейного просмотра. «Волшебная шуба» — это премьера, а «Медведь, который не верил в Деда Мороза» — это капитальное возобновление. Мы его показывали на новогоднюю компанию 6 лет назад. На название сами за себя говорят. «Медведь, который не верил в Деда Мороза», которого внезапно разбудили среди зимы. Звери, которые готовились к встрече Деда Мороза, репетировали свои музыкальные номера, вот его разбудили, он их решил тихо мирить. Дело в том, что медведи спят зимой, обычно. А тут новогодние репетиции лесных зверей — ежа, белки, зайца и примкнувшего к ним снеговика — разбудили Потапыча. «Медведь» никогда не видел ни новогоднего праздника, ни Деда Мороза, поэтому и не верит в него. По ходу действия сказочные герои убедили медведя в том, что новогоднее чудо существует, а ребята помогли артистам подсказками и аплодисментами. Новый год, Новый год, Новый год, Новый день не до мороза, мы живем во жизни и чудо. Авторы сказки хотят сказать маленьким и большим зрителям, верить в Деда Мороза стоит всем. Это надежда на то, что сбудутся мечты и самые лучшие пожелания в Новом году. Я и детям, и взрослым желаю верить в чудо, но самое главное чудо — это, которое ты можешь сделать своими руками. Как у Грина говорил Грейм, сделай одного человека счастливее, сотвори своими руками чудо, и человек будет счастлив, всю жизнь и будет помнить. Делай добро и чудеса своими руками. Новый год, Новый год, Новый год, Новый день не до мороза, мы живем во жизни и чудо. Новый год, 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 Нов